Его, ягоди свершения, ягоди свершения, ягоди сверегу, Бог родя в нещаше из алкаша, Взыскающие же, Господа, не лишаться святого блага. Придите, чадо, послушайте меня, Страху Господню научу вас, Кто из человека тярь живот, В любви дни ведите благи, Удержи язык злой от зла, И у снега ешь и неблагоди вси, Уклонись от зла и сотвори блага. Взыси мира и пожени, Отче Господне направенный я, И уши его в молитвы, Ведь все же, Господне, натворящее злое, И же потребите от земли памяти, Вас, ваше праведнее, Господь услышает, И от всех скорби их избавит. Бои Господь с отрушенным сердцем, И смиренный духом спасет. Ноги в скорби праведным, И от всех их избавит я, Господь, Хранит Господь с отрустей, Ни едино от них сокрушится, Смирен грешник облюток, И ненавидящие праведного прегрешат, Избавит Господь души рад своих, И не прегрешат все уповающие на Него. Слава Тебе, Христе Божий, Уповаде наше, слава Тебе, Христос, воскресе из нервы, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живо даровал, Христос, воскресе из нервы, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живо даровал, Христос, воскресе из нервы, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живо даровал, Воскресе из нервы, Христос, истинный Бог наш, Молитвами причистость своей Матери, Святых славных и святых апостолов, Преподобных Богоносных, Отец Наших, И святых жен мироносиц, Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы, И Марии, Сусанны, И иных, и праведного Иосифа, Альмафейского, и Никодима, Их же и память ныне совершаем, Святых праведный Богу Отец, И Акиман и всех святых, Помилует и спасет нас, Як облак и человека любец. Христос, воскресе! Во истину, воскресе! Христос, воскресе! Во истину, воскресе! Христос, воскресе! Во истину, воскресе! Христос воскресе, измертый смертью смех поправ, Висущим в ограбе живут дорога. Христос воскресе, измертый смертью смех поправ, Висущим в ограбе живут дорога. Вера как связь с Богом. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Евангелие Теана, 6 глава. Господь Иисус Христос называет себя хлебом жизни. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, потому что Господь – истинная пища и истинное питье, необходимое для жизни человека. Словами о себе, как о хлебе жизни, Иисус Христос свидетельствует о теснейшей своей связи с верующим. Более того, связь верующего с Собой Господь уподобляет жизни Отца и Сына. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, и так идущий меня жить будет мною. 6 глава Евангелия Теана. Из контекста 6 главы Евангелия Теана ясно, что высказывание Иисуса Христа о плоти и крови не ограничивается таинством Евхаристии. Речь здесь идет о вере в Иисуса Христа, о жизни с Ним. Понимание же этих слов в смысле таинства Евхаристии – следствие и реализация веры во Христа. О том, что понятия «честь, есть и пить» могут пониматься как духовное усвоение, иудеи хорошо знали. Так в книге притчей говорится, что «премудрость заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». 9 глава притчи. «У пророка Исаия, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки, на иссохшие излюю дух мой, на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44 глава Исаия. «Жаждущие, идите всех к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите и покупайте без серебра и без платы вино и молоко». 55 глава. О том, что кровь может пониматься в положительно духовном смысле, знали иудеи из книги Левит. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». 17 глава Левитом. В полемике с иудеями на эти слова из книги Левит указывает апостол Павел. «Да и все почти по закону, все почти по закону ощущается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Коевреям 9 глава. «Нельзя сказать, что иудеи не имели шанса понять Иисуса Христа правильно, когда Он говорил об истинной пище и питье, своей крови и плоти, дающей жизнь. Понять было можно, но принять и поверить многие не могли. Нельзя сказать, что иудеи не имели шанса понять Иисуса Христа правильно, когда Он говорил об истинной пище и питье, своей крови и плоти, дающей жизнь. Понять было можно, но принять и поверить многие не могли. Тесную связь верующего с Собою Иисус Христос передает также через образ виноградной лозы. «Прибудьте во Мне, и Я в вас, как ветвь не может приносить плода Сама Собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». От Иоанна 15 глава. «Как Отец пребывает в Сыне, так и в Сыне верующих». Эта связь происходит через Духа Святого. Сын связан с Отцом через Духа. Через Духа живет Сын верующих. Понять разумом связь Отца и Сына через Духа, а также связь Сына с верующими невозможна, так как разум человека не способен постигнуть Бога. Верующий может только вериться Иисусу Христу, довериться и жить с Ним, с Ним познавать Его. Вера в Иисуса Христа – это не просто принятие того или иного учения или догмата о Христе, а принятие самого Христа. Да, христианство таким образом предельно лично. Но это совсем не значит, что индивидуально и индивидуалистично, ибо встречают, узнают и любят люди одного и того же Иисуса Христа. Да, Христос обращен к каждому, и вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем единственная. Поэтому, хотя веру нельзя доказать, о ней можно рассказать. Таким рассказом о вере, о сущности является Новый Завет, Евангелие, послание апостолов, передача теми, кто видел и слышал Христа и поверил Ему, полюбил Его так, что Он стал их жизнью. Поэтому Евангелие остается навеки живым, проникает прямо в сердце. В Деянии апостольских, восьмой главе, мы читаем рассказ о том, как Филипп встретил Евнуха, читавшего книгу пророка Исаии. И апостол объяснил ему, что тот, о котором говорится в книге пророка, – Иисус Христос. Евнух внутренним прозрением поверил словам Филиппа и пожелал креститься. Все, что Евнух узнал о Евангелии, – это то, что Иисус Христос, тот самый муж скорбей, который описан в конце 52-й и 53-й главе книги Исаии, веру в личность Иисуса Христа сделала возможным принять Евнухом Духа Святаго. «Связь Отца и Сына, а также связь верующего с Сыном, а раз Сыном, то и и Отцом – это связь любви. Я в них, и Ты во Мне, да буду совершенно воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». 17 глава Теана. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». «Вера, любовь и дела таким образом тесно связаны между собой. Иисус Христос неоднократно говорит о том, что необходимо оставаться в Слове Господа, оставаться в вере, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал». 5 глава Теана. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики». 8 глава. «Прибудьте во Мне, и я в вас». 15 глава Теана. «Вера – это не пассивное состояние лишь принятия дара, но активное принятие и жизнь. Хотя вера – исключительно дар Божий. Но, будучи одаренными верою, христиане не пассивны в смысле бездейственности. А как раз в вере живы и активны. Верующие – не объекты действия Бога, а наоборот, понимаемые им как субъекты. И личная ты – вера в евангельском смысле. Мы – связь. Потому что единение Бога и человека – это всегда «я» и «ты». Как раз потому, что Бог нас любит. Человек также способен любить. Именно потому, что Бог живет в верующих. Они могут жить с Ним и для Него. Все, что человеку от себя лично для Бога необходимо – дать Иисусу Христу жить в Нем. Живет во мне Христос. Живу верою в Сына Божия. Послание к Галатам. 2 глава 20 стих. Аминь. 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 Слыш�도. Аминь. 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 Спасибо.